Привет, меня зовут Евгений и сегодня я расскажу, как передавать информацию из тильда в Google календарь. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из тильда в другие системы. Например, через Google календарь вы можете принимать новые формы, сообществе взаимодействует с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных тильда. Теперь необходимо указать действие. Выбираем получить данные из форм. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт тильда к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем продолжить. Далее необходимо скопировать URL приема данных и перейти в ваш личный кабинет тильды. Нажимаем на редактировать сайт, настройки сайта, ищем вкладку формы, листаем вниз и выбираем вебхук. Вставляем наш скопированный URL-адрес. Сохраняем наш результат. Возвращаемся на главную страницу и обязательно публикуем результат. Теперь нам необходимо сгенерировать данные. В данном случае путем заполнения формы на сайте. После заполнения данных возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе у вас ничего нет, попробуйте выполнить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем далее. Настройка источника данных тильда успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Google календарь. Далее необходимо указать действия. Выбираем создать события. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль от аккаунта. Обязательно ставим все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем продолжить. На этом этапе вам необходимо заполнить поля Google календаря данными из тильды. Для того чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите из упадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значение вручную. Для перехода на следующую строку используйте Enter. Субтитры делал DimaTorzok Когда все необходимые поля назначены, кликаем продолжить. Теперь увидите пример данных, которые будут отправляться в Google календарь. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликаем отправить тестовые данные в Google календарь. Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Google календаря завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Субтитры делал DimaTorzok